Салют, чуваки, меня зовут Сейм, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать свои топ-фишки, которые я использовал в своем трючке последнем, а также фишки, которые вы можете реально удивить своих знакомых, своих слушателей, очень прикольные. Есть какие-то Hyperpop, да, там фишки у меня будут, есть какие-то просто обычные, и в основном все это будет на стоковых плагинах Ableton, вот поэтому я думаю, видос будет интересным, полезным, и вы сможете спокойно и сделать, повторить, и просто удивлять. Люди будут слушать и думать, типа, воу, как? Но на деле там все несложно, достаточно просто, вот. Йо, бро, погоди, немного. Наверняка ты по-любому искал на ютубе какой-нибудь каналчик, где можно посмотреть какие-то ролики, какие-то видосы по типу бит в стиле, и все это с юмором. Лично я очень часто парюсь, что мне смотреть абсолютно нечего на ютубе, ну прям реально в последнее время прям нечего, и поэтому я тебе хочу порекомендовать канал Сани. На его канале ты сможешь найти реакции, какие-то смешные видосы, битос в стиле и прочее, прочее, прочее. Канал только-только развивается, поэтому поддержи парня, ему будет очень приятно. А теперь обратно к видео. Перед просмотром обязательно влепите лайк и подпишитесь на этот канал. Глин, я очень стараюсь делать видосы, я очень стараюсь сделать их полезными, интересными, атмосферными. Все силы свои отдаю сейчас в ютубчик, поэтому мне будет очень приятно, если ты подпишешься, и также залетай в наш телеграм-канал, там мы общаемся, там постоянно какая-то информация, там есть чати, где люди общаются, обмениваются демками, слушают друг друга, что-то какие-то советы дают, коллаборируют, поэтому let's go туда, и я думаю, тебе там понравится, ты найдешь нам свое место, так же, как и у меня на канале. Мы переходим к видео, погнали. Проект здесь выглядит вот таким образом, достаточно, ну, я скажу, он не маленький. Здесь есть на бите различные кличи, и давайте сейчас сразу перейдем к фишкам. Смотрите, сейчас послушаем один бит, как он звучит, и послушаем на бите. Первая фишка, которую вы можете пользоваться, это делать кличи на бите, уже в проекте, вот слушайте. Прикольно это звучит, это интересно, и это вот очень простая фишка, но она делает капец какое разнообразие, когда вы слушаете трек. Вообще кайфить, нет? Прямо вообще кайфить. Также еще одна фишка, достаточно простая, мы сейчас перейдем от самых простых до самых сложных. Это у нас... Это вот такие паузы, это очень дает ритмику классную, вот послушайте просто. Вообще ведь кайфово звучит, это очень интересное звучание. Такое немножко, немножко хайпер-поп электронное такое в стиле сведения думи. Итак, давайте сейчас покажу вам фишку, наверное, многие ее знают, не знают, не знаю, но фишка довольно классная. Вот смотрите, слушайте, как вот здесь в этом моменте звучит голос. Твоя форма, baby, я твой, тебе нравлюсь. Tripside такой эффект. Давайте покажу, как его сделать. Первым делом мы с вами должны накинуть наш стандартный дилей. Вот он у меня здесь есть в цепочке. Выставить в нем такие настройки. Давайте сейчас сделаем какую-то, допустим, аудиодорожку левую. Наша аудиодорожка, закидываем сюда, допустим, мы дилей. У нас вот такие стандартные настройки. Мы отключаем синк и делаем здесь примерно вот такое значение. От 30 до 40, да, можно вот такое. И, в принципе, все, можно ничего не трогать. Далее мы здесь нажимаем dry wet, просто нажимаем сюда, переходим в режим автоматизации. И вот наша автоматизация. То есть можно посмотреть, допустим, вот здесь, как она у меня работает. Давайте посмотрим. Нажимаем dry wet. И вот эта автоматизация у меня здесь показана. И вот смотрите, давайте я вот здесь, допустим, ее сделаю. Вот видите, как она сразу начинает роботизировано, прикольно звучать. И вот можете видеть, как автоматизация еще работает. И это вот простой способ, как можно создавать такой tripside эффект. Вот прикольно он звучит. Его можно делать вообще в любых, мне кажется, треках. Ну ладно, не в любых чартах, вряд ли вы такое сделаете. В общем, круто очень звучит. Следующий эффект, который я хочу вам показать, с автопеном. Давайте перейдем снова на наш левый аудиоканал. Закидываем сюда стандартный наш автопен. И здесь нам понадобятся вот эти две ручки. Первая отвечает за волну перекатывания из одного в другое ухо. Ну то есть, чем больше, тем как бы больше в том ухе будет. Не знаю, как объяснить правильно. Ну, я думаю, вы поняли меня. Вот, делаем здесь без разницы на самом деле, насколько. А вот это вот, рейд, он отвечает за скорость перекатывания из одного уха в другое. И мы можем здесь делать охренительный эффект. Смотрите, я вам сейчас покажу. Допустим, возьмем вот эту часть вокала. Закидываем сюда наш автопен. Смотрите, нажимаем amount наш. Делаем автоматизацию на перекатывание из одного уха в другое. Допустим, на 82%. Выбираем рейд. Делаем сначала 0. И давайте сделаем вот на подъем, вот на столько. И послушаем, как это звучит. Слышали? Это обалденно. Можем еще сильнее сделать, чтобы прям утрировать и прям вообще прям... Послушаем. Такое резкое перекатывание, оно как бы такой вихрь в ушах. И это тоже прикольно создает. Я здесь это делал на основных каналах. Сейчас я вам теперь покажу. Потом out у нас сделан здесь. Слушаем. Видите, появляется сразу волна. Здесь сделано вот amount на 56, чтобы не так сильно по ушам каталось, потому что это лид вокал. И рейд здесь сделан, чтобы у нас такая трещотка появился эффект. Это достаточно прикольно звучит. Самая вообще классная фишка, которую я вам первую показал, это вот... Это трипсайд эффект. А также вот, чем мне нравится здесь работать в облтоне, то есть здесь достаточно просто делать гличи. Следующий прикольный эффект, это у нас подъезд к нашему вокалу. Достаточно известная фишка. Я думаю, многие о ней знают, но все же я расскажу, покажу, как ее сделать. И также покажу, как ее можно прикольно кастомизировать. Как она звучит. То есть у нас здесь есть вокал. То есть в такой подъезде, что сейчас будет наплыв, что сейчас будет врывчик. Да, вот она вот таким образом звучит. Давайте сейчас покажу, как сделать. У нас есть, допустим, наш основной вот вокал. Мы хотим это сделать здесь. Берем любой ревер. Допустим, я возьму здесь стандартный, накидываю здесь стандартный ревер. Делаю вот такие настройки. Там dry-wet в максимум, decay в четверочку, со, стерео. И вот такой вот, допустим, low-cut у нас. Выбираем начало нашего слова. Маленький кусочек с зажатым control переносим на свободное место. Вот здесь вот рядышком на этом канале. Слушаем, как он звучит. Вот. И что мы делаем далее? Мы нажимаем правой кнопкой мыши по нашему каналу. Нажимаем freeze track. Вот у нас заморозилась наша дорожка. Это, кстати, тоже очень классный прикольчик Бултона. Немножко сейчас расскажу о нем. Вы можете просто... Дорожки, которые уже полностью записали, полностью у вас сделаны, они у вас, чтобы не жрали ваш процессор, вы можете просто их морозить. И у вас вы единственное ничего не сможете здесь с ними сделать, да, потому что они заморожены. Но, таким образом, дорожки, которые полностью у вас уже сделаны, вы можете просто морозить, и они не будут жрать ваш процессор. Вы можете здесь сделать нереально огромный проект и кучу всего. Так вот, переходим. У нас записалась вот эта наша штучка. Мы переносим ее предварительно. Смотрите, у нас создан здесь аудиоканал. Аудиоканал, аудиоканал, там, insert, аудиотрек. Вот. На нем никаких плагинов не висит, это пустой канал. Переносим на него. Делаем вот так. И у нас здесь отображается теперь наш звук. Слушаем. Что мы делаем? Мы укорачиваем. Нажимаем R. Обязательно, чтобы английская раскладка здесь у вас была, потому что он не работает на русской. Все эти горячие клавиши. Нажимаем R, и у нас сейчас реверснется... Вот. У нас реверснулся наш этот подъезд. И слушаем, как он звучит. Вот. Пожалуйста. Прикольная фича. Давайте сейчас еще расскажу, как ее можно прикольно задизайнить. Возьмем автопен. И сделаем здесь нашу фишку, которую я вам рассказал совсем недавно. Выставляем наш amount. Допустим, пусть будет в максимум, потому что это все-таки FX больше какой-то. Нажимаем rate. Это все в режиме автоматизации. Вот у нас полоска нашего rate. И мы по нарастанию вот так вот это все делаем. Мы слушаем. Вау. Классно звучит. Кстати, в оригинальном треке даже так бы лучше сделал, чем вот у меня здесь сделано. Вот. И достаточно прикольная, интересная фишка. Можно различные подъезды делать, прочее, прочее. Куча всего. Вообще в сведении тут дофига можно применить различных эффектов. Кстати, если хотите расфризить, то здесь правая кнопка мыши, также и unfreeze track. И у вас все возвращается на круги своя, свои. Далее. Фишка в сведении, которой тоже почему-то мало кто пользуется, но достаточно прикольная. Она даже не является прям какой-то фишкой, но имеет, да, свою роль в треке. Смотрите, у нас, допустим, есть такое окончание, и в нем достаточно пусто, да, допустим. Что мы можем здесь сделать с вами? Первое, что мы можем сделать, это накинуть сюда ревер, выставить какие-то настройки. Допустим, decay time, пусть у нас будут 2 секунды, драйвер такой, да-ла-ла-ла-ла-ла, тут все, больше ничего не надо. И смотрите, и на окончание этого слова мы давайте попробуем повысить ревер. И здесь его понизить. И вот такой прикольный хвостик ревера, который появляется и затухает. Он как бы заполняет пространство наше в миксе, где у нас есть какие-то паузы, да, где у нас нету бэков, чтобы это все максимально звучало классно, интересно. Чтобы слушатель слушал такой, блин, сколько, капец, как классно, интересно. Чтобы это не было скучным. Это одна фишка, да, которую мы можем сделать. Далее, что мы можем сделать? Накинуть сюда также дилей на нашу дорожку, сделать, допустим, вторую такта. Я не знаю, как это правильно называется, но пусть будет так. Делаем вот здесь вот такой фильтр. И, допустим, нажимаем drive add. У нас наша автоматизация. И на окончание также добавляем дилейчик. Слушаем. И вот такой у нас создается снова. Давайте без ревера послушаем. Такой дилей создается, и он заполняет пространство. И все вот эти маленькие фишки, они как бы, может, кто-то скажет, блин, да зачем так запариваться? Это же тупо, ну кому это надо? Если сравнить трек с кучей фишек, и если бы сравнить вот этот проект просто записаться без всяких фишек, то проект с фишками, он звучал бы намного интереснее слушателю, намного интереснее это слушать. Это все на психологическом уровне, где-то на подсознательном, все это воспринимается. И каждый микродилей, он вызывает у человека эмоцию. Мы можем с помощью дилея выделять какую-то эмоцию, да, допустим. Думала, станет плохо. Вот, допустим, плохо, да. Если бы у нас заканчивалось на слово плохо, мы могли его выделить ревером как-то, да, в конце дилейчика добавить. И это бы у нас создавало какую-то, точнее, у слушателя это вызывало бы какую-то эмоцию. И это прикольно. Это что про дилей, это что про реверис, автоматизации, что мы можем здесь делать. Да любые просто вот такие вот фишки. Мы можем это на бэках делать, мы можем это делать везде. Далее у нас идет следующая фишка, прикольчик. Это стандартный также плагин Redux от Ableton. И смотрите, что он умеет делать. Слушаем наш вокал соло. Вы можете заметить, что как будто сигнал такой плохой, типа рации и что-то. Вот, и здесь за это отвечает наша ручка RAID. Просто закидываем плагин стандартно. У нас все будут такие настройки выкрученные вроде бы. Давайте даже проверим. Вот он Redux. Закидываем. Да, здесь такие настройки. А единственное здесь DryWed. Что-то ты тут, что-то с DryWed делал, но это не обязательно, потому что мы можем здесь просто нажать на кнопку RAID. У нас опять же выскочила наша полоса автоматизации. И немножечко опускать вот так вот наш Redux, чтобы он RAID вот это вот срабатывало у нас на вокале. И слушаем, какой эффект получается. Ага, ничего не получается, потому что здесь DryWed выключен. Включаем здесь DryWed. Вот такой вот эффект. Прикольненький. Он создает немного такое грязное звучание. Можно поиграться с ним, вот с этим вот. С крутилкой битс тоже можно поиграться. И вот такое грязное звучание можно тоже где-то поделать. Это можно делать на бэках. Это можно делать на бэк-гличах, как у меня сделано вот здесь. Здесь какие-то здесь послушаем гличи. Прикольно звучат, интересно. Здесь у нас Zonamount, RAID, по ушам, то есть чтобы они максимально по ушам гуляли. И здесь у нас также роботизированный наш voice. Мы можем его здесь утрировать. Давайте это сделаем. Такие прикольные у нас гличи получаются, интересные по звучанию. И все эти фишки, они как бы делаются вроде несложно. Ты вот, допустим, свел трек, ты сидишь и просто делаешь. И вот чем мне нравится в Ableton сводить, так это вот автоматизация. Ты можешь здесь... Вот смотрите, у меня на основном вокале сколько вообще всего накинуто. Сколько плагинов. То есть основное сведение, оно у нас идет с автотюна и заканчивая вот дейсером. Холбендер, забыл рассказать. Следующая фишка как раз таки про него будет. Накидываем обязательно, чтобы он стоял в начале нашей цепочки. После, допустим, автотюна или до автотюна. Накидываем вокалбендер. Нажимаем на форманту. Кстати, почему вокалбендер я советую? Потому что он не делает звук в стерео. Если мы накидываем от Sound Toys плагин какой-нибудь, допустим... Не помню, как называется, но я думаю, вы знаете от Sound Toys плагин, который тоже делает звук форманту, где можно менять. Там звук становится в стерео. И это нам усложняет ситуацию с тем, что мы на основном нашем вокале не можем понизить форманту. Потому что у нас звук становится в стерео. Это не прикольно, потому что лид вокал у нас должен быть моно. Вот, а этот плагин как раз таки оставляет сигнал моно. И здесь мы можем просто нажать на форманту. У нас создалась уже автоматизация. Мы переходим сюда. Вот она, ноль. У нас написано Semitones. Не знаю, что это значит. Но, короче, допустим, вот мы здесь поставили точки. И смотрите, мы сейчас будем повышать форманту на троечку. Вот в этом моменте. Слушаем, как звучит. У тебя стало похуй, алла. Здесь не очень звучит, но мы попробовали. Допустим, давайте попробуем. У тебя стало... На похуй слово. У тебя стало похуй, алла. У тебя стало похуй, алла. Или вот вниз. И мы можем на протяжении нашего вокала... Вот у меня здесь сделаны эти автоматизации. Любовь, я все знаю. Вот здесь, смотрите, здесь я скомбинировал. Как бы сделал по ушам. Сделал робово с стилем TripSide. И повысил форманту. И звучит... Любовь, я все знаю. Очень круто. Здесь еще можно было бы сделать дилей и сделать ревера на этот промежуток. Но я почему-то поленился, этого не сделал. Но в целом, вау, крутая фишка. И все делается настолько просто. То есть, если вам полностью нужно очистить автоматизацию, вы просто нажимаете правая кнопка мыши и Clear Envelope нажимаете. И все. Можно тут же сразу настроить по ушам наш вокал. Вот у нас, где сценарь написан. Это у нас отвечает правое или левое ухо. Просто нажимаем на нее. И у нас встает автоматизация на уши. То есть, допустим, если я хочу здесь, чтобы у меня уходило, допустим, в правое или в левое ухо. Не знаю, это какое. Давайте. Мне печально. Вот. Как бы спокойно это все можно легко делать. Следующая фишка, которую я часто очень пользуюсь, это автофильтр. Вот наш автофильтр. У нас здесь просто накидываем стандартно его. Смотрите. Давайте я это сделаю вместе с вами. Раз мы накинули, фрекенсию докручиваем. Потому что изначально у нас немножечко срезалось с низа. Мы докручиваем до финала. У нас уже кнопка нажата. И мы переходим в нашу автоматизацию. У нас здесь она готова. И спокойно можем двигать. Слушаем. И вот такой, допустим, в бридже у меня здесь сделан эффект прикольный. Прикольно очень звучит. Такой подъезд. И здесь также можно, допустим, этот подъезд сделать, закрыть его, да? Круглый. Вот такой автофильтр эффект. Тоже прикольно. Достаточно просто. И в то же время интересно это добавляет динамики в наш трек. Когда я не перестану хвалить Ableton, я уверен, что его секвенсоры такие, как Reaper, там, всякие Studio, Studio One или как-то так называется. Есть другие секвенсоры, где тоже Cubase, тот же самый, где тоже люди сводят. И профессиональные тоже студийные звукари, они тоже там сводят. Не спорю, что они тоже крутые, но лично для себя я нашел удобство именно в Ableton. Здесь просто для меня идеально делать вокал, идеальная автоматизация. Я могу накидывать хоть сколько плагинов. Я могу замораживать эти все плагины, чтобы у меня не жрал процессор это все. Я могу делать автоматизации даже на сцент-каналы, понимаете? То есть у нас есть сцент-канал, вот дилей, и я могу, допустим, у него сделать тайм другой. Просто, просто на любую кнопку я могу сделать автоматизацию. Это нереально круто, при том, что это делается в два клика. Я просто кликаю на кнопку, которая мне нужна, и я кликаю на автоматизацию, которая находится у нас вот здесь. Это очень круто, и это... Во! Советую всем перейти на сведение в Ableton, потому что в FL я, честно, я бы никогда, наверное, такой проект не сделал, потому что я просто не понимаю, как там эти все фишки можно реализовывать. Я знаю, как они там делаются, но то удобство, которое есть в FL я бы не хотел. В FL классно биты писать и записывать какие-то простенькие проекты, демки, там, допустим, где не нужно делать какой-то прям такой вот саунд дизайн, хотя саунд дизайн, он везде приветствуется в каждом треке. Опять же, это делает трек интересней и слушабельней. Также можно, допустим, на нашем основном вокале, допустим, накинуть сюда flanger какой-нибудь, да, выберем режим flanger, перейдем в автоматизацию, выберем кнопку dry wet, у нас автоматизация встала dry wet, и давайте вот здесь... Вот вы слышите, что у нас звучит, слышите, что у нас звучало, звучало это все сейчас со flanger'ом, и допустим, мы хотим сделать этот эффект тупо здесь. Давайте сделаем. Лишь раз, они разбили мне сердце в кровь. И вот такой плавающий немножко появляется эффект, это тоже и намного интереснее, чем просто обычно. Слушаем соло. Просто вот я нажал две кнопки, и все, как бы здесь можно экспериментировать, и я показал это только все со стандартными плагинами Ableton. А представьте, сколько всего еще, сколько всяких плагинов есть там, не знаю, сделать где-то компрессию какую-то жесткую, сделать там, не знаю, да что угодно, блин, я не знаю даже, какой пример еще привести. Короче, я, наверное, захвалил Ableton, и, наверное, уже устали от него, но все же, блин, крутая, очень крутой секвенсор, я советую в нем вам поработать, научиться, это того стоит, делать крутые проекты. Плюс здесь работа с сент-каналами намного проще, я показывал там ролики про сент-каналы, можете посмотреть. Все, я в этом ролике рассказал вам об основных фишках, которых я пользуюсь в Ableton при сведении. Много, на самом деле, еще можно делать различных других вещей. Где-то у меня, возможно, еще не хватает фантазии на какие-то некоторые фишки, но вот я вам показал тем, чем я пользуюсь, и поэтому, как бы, пользуйтесь, сводите в Ableton, там очень круто. Также хочу напомнить о том, что у меня сейчас в группе скидочки, у меня сведение стоило 1500, сейчас я его скинул до 1200. Вот, пожалуйста, примеры, также биты, mp3-шка, 600 рублей, это достаточно очень дешево, рыночные цены прям очень дешевые. Вот, поэтому залетайте, если кому-то нужно, заказывайте, покупайте биты, берите сведения, делаю так же качественно, независимо от цены. Надеюсь, вам это видео было полезным, надеюсь, вы узнали, а вы по-любому узнали, я думаю, что-то новое из этого видео. Всем спасибо большое за просмотр, с вами был Сэйм, не забывайте подписываться на канал и в Телеграмчик, там пресеты, там общение, там наш чатик, там все-все-все. В общем, все, все, опять же, все, до скорых встреч, до новых видео, сейчас они будут выходить чаще. Ладно, все, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok